какие у нас есть методики для того чтобы помочь женщинам после беременности после рода восстановиться вот и я думаю что тогда может быть мы с вами обговорим конкретно в моей ситуации например что мы с вами делаем да и дальше мы будем все это снимать показывать нашим пациентам пользователям ютуба инстаграма даст соцсетей будем показывать на живом примере как что работает при учете того что мы с вами оговариваем тортики я не ем я думаю что те кто смотрят нас видели вас уже и не раз в нашем проект тогда и знает прекрасно что активная спортивная девушка поддерживать себя великолепной форме скажу даже что на восьмом месте беременности умудрились сходить в поход достаточно интенсивные именно по физическим нагрузкам поэтому избытка в живой клетчатке ну условно говоря до каких-то значимых однозначно нету но если идти сверху вниз то возвращаемся тому что вследствие мимической активности возвращаются морщинки в области лба да а так как вы очень активно эмоционально да эти все морщинки к сожалению становится заметным поэтому морщиночки в области лба латеральных обувь до глаз ну соответственно область межброви опять же для позитивной мимики особенно при общении с ребенком но вот это морщины к сожалению морщина тяжи в области шеи связи с активным занятием спортом да все таки мышцы шеи напрягаются и создает вот такие не очень эстетичные тяжики которые мы с успехом в общем-то будем устранять и уже не раз это делали возвращаемся на то что касается дополнительных эстетических процедур это все будем оговаривать но вот то что я вижу да есть небольшая потеря объема в щечно-скловой области да опять же возвращаемся к ведению филеров непосредственно в щечно-скловую область да может быть небольшая коррекция после этого носогубной складочки да 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 то что те процедуры которые регулярно выполняли вот то что касается тела непосредственно на данный момент без осмотра я абсолютно точно сказать не могу да и после осмотра будем уже уточнять полностью все процедуры но то что сразу скажу однозначно надо делать это что уже говорил хорошие процедуры это lpg вот то что всем рекомендую в период именно после родов даже если вы кормите эта процедура которая будет полезна хороша действительно это не только психологический релакс на пусть часик который вы проводите в клинике отдых от ребенка я сам папа троих детей да и я хоть в меньшей степени чем мама прочувствовал как это но я помню прекрасно как особенно с первым ребенком с дочкой по ночам нянчился руки устают мышцы устают и мышцам надо немножко расслабляться и здесь как раз lpg будет помогать расслаблять скелетную мускулатуру на плюс длительное время за счет того что центр тяжести смещается перемотрягается мышцы спины и здесь как раз тоже будет очень хорошо lpg для того чтобы восстанавливать быстрее мышцы после непосредственно беременности поэтому пиджи однозначно то что касается по телу но если есть растяжки надо будет работать с растяжками и работать с ними вот на мой взгляд самый лучший сейчас методикой который у нас есть да это микроигольчатый рф лифтинг на аппарате morpheus 8 мы прекрасно этот аппарат уже испытали да 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 в виде эстетические процедуры на лице на но то что касается тела он не хуже и лучше даже значительно работает по телу потому что глубина выступания иголочек на теле она более высокая соответственно проникающая способность она выше импульс можно подавать более мощная потому что на теле легче перенести какие-то негативные ощущения и соответственно отсюда выше эффект и по сокращению кожи соответственно устранению дряблости ткани да и борьбы с послеродовыми растяжками поэтому вот это тот минимум который я могу уже на данном этапе сказать еще одна процедура которая в любом случае будет полезная всем пациентам своим рекомендую вне зависимости от того период это после беременности либо это пациенты которые в принципе регулярно ходят в клинику это мезотерапия то есть то что требуется кожа мы к сожалению не можем полностью обеспечить путем приема пищи потому что сколько из поступающих витаминов микроэлементов поступит у нас непосредственно из желудочно-кишечного тракта в кровеносную систему а стоком крови поступит тому или иному участке тела мы никогда не знаем да и когда мы даем нужному участку тела в большом количестве витамины микроэлементы аминокислоты то есть то строительный материал который нужен для восстановления ткани конечно кожа с благодарностью на это реагирует и соответственно процессы старения идут значительно медленнее а улучшается цвет улучшается тонус кожи ну и соответственно если говорить о восстановлении ускоряется процесс реабилитации восстановления после родов потому что все врачи прекрасно знаю что как период подготовки к родам длится порядка 9 месяцев так и период восстановления длится не менее 9 месяцев поэтому чтобы быстрее восстановиться чтобы организм легче перенес вот эти послеродовые моменты конечно это очень важно ну и как опять же папа я знаю что у женщин после родов так или иначе в какой-то период наступает так называем послеродовой депрессии и соответственно опять же элементарно и если конечно нету кормления до грудью введение бутылотоксинов устранение негативной мимики она уже ведет психологическому комфорту определенным а как я уже говорил даже на часик отдых он ведет тому что легче и интереснее потом возвращаться в обычную рутинную домашнюю жизнь и заботу о детях получается здесь момент правильно понимаю даже если мы говорим про депрессию да то что женщина ухаживая за собой приходя к вам да она по сути получается совершает акт любви к себе и благодаря этому повышается какой-то ее настрой и помогает ей выползти из этой депрессии которые либо более явно и менее явно абсолютно верно абсолютно верно потому что но заботясь о детях никогда не надо забывать о себе а когда ребенок идет в садик в школу с эффектной мамой да кто хотел сказать так приятно конечно но почему опять же ряд пациентов приходит кто становится мамами уже в возрасте более старшем возрасте они приходят именно ухаживают за собой первой причиной является то что мы в школе в садике окружающие дети воспринимает их как бабушек как уже старшее поколение да и ну конечно это немножечко психологически доставляет дискомфорт но поэтому ну своей стороны могу сказать да в принципе я не скрываю мне 37 лет до получается если мы говорим о простейшая математика говорит о том что там 7 лет ребенку первого класса это сорок четыре сорок пять лет да и понятно что очень не хочется отводить ребенка в первый класс так чтобы думали что бабушка привела а не мама абсолютно согласен и здесь как раз таки нужно об этом думать уже сейчас да не потом там за полгода до первого сентября да или за месяц до первого сентября до а думать заранее потому что профилактика процесс старения она гораздо эффективнее чем исправление каких-то проблем и в этом отношении конечно косметология может очень многое еще вопроса значит который у меня получается и лично но я думаю что тоже возможно у некоторых зрителей как бы он может возникнуть вот например а у меня будет кесарево сечение да будет ли какое-то отличие в периоде восстановления будет ли какое-то отличие в методиках которые мы будем выбирать при коррекции тела до от там женщин которые естественно рожали но отличие естественно будут потому что во первых любой разрезик да это рубец да и здесь наша задача сделать так чтобы этот рубец был минимально заметен потому что какой бы замечательный доктор не был как бы он не старался да как поведет себе организм никто до конца предсказать не может и задача косметолога сделать так чтобы рубчик на этапе формирования сформировался минимально заметный да а уже после формирования дальше его максимально насколько возможно сгладить опять же позволяя более спокойно находиться на том же самом пляже да второй момент это естественно травматизация мышц и связи с этим период какого-то восстановления пока будет идти это восстановление какие-то агрессивные методики направлены на давление в этой области на растяжение ткани в эту область пока мышцы не срастутся они естественно будут противопоказаны но это не значит что нельзя делать ничего да потому что есть у нас руки ноги другие части тела да просто можно животик какое-то время обходить для того чтобы его дополнительно не травмировать но при этом можно локально точно работать с областью рубчиков для того чтобы опять же не дать им формироваться заметными грубыми так что здесь у нас конечно будет определенные нюансы с каждым пациентом всегда индивидуальный подход но первоочередная задача это родить благополучно да и соответственно выписаться из роддома порадовать счастливого папу а потом к нам да спасибо большое